Структуру медицинских учреждений округа ждут изменения. В частности, планируется несколько сельских амбулаторий перевести в статус фельдшерско-акушерских пунктов. И это не прихоть окружной системы здравоохранения. Этих изменений требует федеральный законодатель. Так, финансовое обеспечение, оказание первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого округа. В систему ОМС будут включены абсолютно все амбулатории региона, за исключением ФАПов, для которых в течение еще одного года будут выделяться целевые средства из бюджета региона. Любовь Пермякова выяснила, как на деле изменится жизнь амбулаторий, участвующих в пилотном проекте. С 1 января 2016 года амбулатории Тельвиски, Амдермы и Колгуева станут ФАПами. Реорганизация пройдет в рамках федерального закона. Обеспокоенность по этому поводу выразили депутаты телевисочного сельсовета. В сентябре они направили обращение в адрес окружных депутатов с просьбой рассмотреть возможность сохранения статуса амбулатории в муниципальном образовании. У нас в руках оказался проект штатного расписания, где они уже убрали и физию, и убрали полставки процедурной медсестры и полставки лаборанта. Но процедурную медсестру никак нельзя делать полставки. Там поток на процедуру идет большой, и физия медсестру тоже. Только что оборудование закуплено. Очень большая амбулатория по Тельвиске, и они убирают технический персонал. Санитарок как таковых у нас не будет, а будет на всю амбулаторию всего 2,5 ставки как уборщицы служебных помещений. Это, конечно, очень мало. Эти меры, комментируют в Управлении здравоохранения, труда и социальной защиты, позволят оставить приемлемый уровень финансирования данного учреждения. В противном случае из-за низкого уровня посещаемости денежное влияние сократится. По новой системе финансирования медучреждение будет осуществляться за счет средств фонда ОМС. По двум возможным направлениям – по количеству прикрепленного населения или по объему медпомощи. Поэтому телевисточный ФАП будет структурным подразделением Центральной районной поликлиники. Жители села опасаются, что с уменьшением числа врачей в амбулатории изменится и количество предоставляемых услуг. В случае что, помощи ждать придется долго. Эти ФАПы у нас будут входить структурными подразделениями в Центральную районную поликлинику. И помощь врачебную в этих учреждениях будет оказывать передвижной отряд Центральной районной поликлиники. Также изменения коснутся Оксинской участковой больницы. Ее планируется перевести в филиал Ненецкой окружной больницы. Все остальные участковые здравницы, по словам Нинель Семяшкиной, останутся самостоятельными юридическими лицами. Департамент здравоохранения будет анализировать ситуацию по количеству страховых случаев. И в 2017 году эти учреждения будут входить либо в филиальную сеть, либо останутся самостоятельными юридическими лицами.